Привет подписчики и гости моего канала. Сегодня 5 мая и я приехал на станцию метро Левобережная. Сегодня мы с вами посмотрим, как выглядит станция метро сегодня, насколько завершен ремонт и как это все будет выглядеть у нас завтра и непосредственно для иностранных туристов. Когда иностранный турист приедет в Киев, он по-любому окажется на Левобережной. Вот как выглядит Левобережная сегодня и именно так она будет выглядеть через 4 дня, когда состоится первый полуфинал в МВЦ. Фасад недостроенного здания затянули тканью. Я рассчитал, что здесь будет символика Евровидения, но к сожалению нет, просто белая ткань, которая закрывает недостроенные участки конструкции. За моей спиной вы можете видеть, что продолжаются работы по усадке газона, но как я вам и говорил, это незнатительные работы, которые за 4 дня будут полностью исправлены и завершены в сроку. Посмотрите, какая удобная лестница, которая ведет к МВЦ. Здесь не очень высокий подъем и существует тропинка для людей с ограниченными возможностями. То есть на коляске вы сможете доехать до МВЦ, где у вас наверняка есть билет на Евровидение 2017. Маленький бонус. Забор был побелен и теперь он выглядит опрятно. Помню, как организаторы заверяли жителей Киева, что к Евровидению на станции Левобережной будет просто минимальное количество рекламы. И что я сейчас вижу. Посмотрите, какая красота сделана из обычных цветов. А вот и первая вывеска с указанием о том, что здесь где-то находится пляж. Помимо прогулок у туристов появляется возможность посетить ресторан на воде. А это, по всей видимости, причал для речного трамвая. Здесь будет осуществляться посадка и выгрузка пассажиров. Этот речной трамвайчик будет отвозить со станции метро Левобережная, вот с этого места. И на станцию метро Почтовая площадь. На Почтовой площади проживают все участники и делегации Евровидения 2017 в отелях. А также там сооружена фан-зона, которая находится прямо на Почтовой площади. Я там еще не был и вам не показывал, но возможно в дальнейшем я туда съезжу и проведу вам экскурсию по еще одной фан-зоне. На территории парка можно найти вот такие удобные указатели, которые с легкостью вам помогут и подскажут дорогу к нужным местам. К примеру, как пройти в кафе или посетить туалет, или где находится МВЦ или станция метро Левобережная. Лично по моему скромному мнению, эту клубу можно было как-то украсить в символику Евровидения. К примеру, поставить логотип или как-то оформить с помощью цветов эту лужайку. Было бы намного симпатичнее. Сейчас она просто голая, то есть лысая, и вряд ли на ней что-то будет меняться. Вот это пространство в узле МВЦ также никак не застелено травой, и просто обычная черная земля не очень хипотично выглядит. Возможно в дальнейшем это будет как-то решено, но мне кажется также ничего не следует ждать. На этом наше видео подошло к концу. Большое спасибо, что досмотрели его до конца. С вами на протяжении сегодняшнего дня был я, Вова Гура. Увидимся уже завтра на моем канале, ведь у меня выходят ежедневные видео на тему Еврынии 2017. Спасибо за просмотр и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok